Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас 17 градусов тепла. А днём будет 25 где-то так. Новости какие? Опять вот заголовок очень прост. В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов на рельсте. Но какой способ? Не говорят. Вот что интересно, да? При этом он не сказал коллегам, о каком именно решении идёт речь. Но известно точно, что сжигать собранное топливо не будут. Не исключено, что частично заражённую землю частично вывезут. А частично соберут герметичное хранилище. В любом случае решение будет непростым. И скорее всего комплексным. Поскольку речь идёт о 22 тысячах тонн дистоплива. Вот который вылилось, да? А это примерно 300 железнодорожных вагонов. В отношении, да? 300 вагонов вылилось. Экс, глава МИ-6, заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане. Бывший глава, ну это британская разведка МИ-6, да? Он сказал, что вот этот коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань. И распространился из-за несчастного случая в лаборатории. Во как? Ну не знаю, многие говорят, что это вот оттуда. Не зря уж там в лаборатории торчит вот это, да? Билл Гейтс ответил на обвинение в чипировании человечества. До него тоже дошло. Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно. Да, это странно всё, действительно. Смотрим дальше. В русскачестве назвали водку самым безопасным продуктом. Вот в России много продуктов, но водка самая безопасная. Ёлы-палы, а? Докатились. Так, Захарова отвергла причастность России к хатерской атаке на Бундестаг. А чё она это? Она же не хатер вроде бы. Но всё равно отвергает. Мы решительно отвергаем выдвигаемое Германией против России без доказательного обвинения в причастности. Да вам что, во глаза всё божья раса, да? Вы поняли. ЦИК утвердил порядок дистанционного голосования по Конституции. Да, будет дистанционное. Эх, там и на слесаря. Чё хотят? Чё хотят? За сутки в Финляндии не выявлено новых случаев коронавируса. Вот так вот, ребята, не выявлено нового. И, в общем, там идёт на спад. Угу. Так, хорошо. Порадуемся за финнов. Вот мне вчера написали сразу, я полез. В Москве арестован лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин. Я этого Платошкина вообще-то никак не воспринимаю. Но дело в том, что его арестовали и вменяют ему организацию массовых беспорядков, якобы. И обыск провели. И он хотел раньше создать свою партию, принять участие в выборах. Ну, чё-то ему не удалось эту партию создать. Подавал заявку на 6 июня на проведение митинга перед голосованием по поправкам в Конституцию. Ему тоже было отказано. А сейчас всё время отказывают. Коронавирус. Да, и вот арестовали его. Ну, как, его арестовали, по-моему, под домашний арест его посадили. Вот такие дела. И тут дальше, в другом месте, тоже Платошкин, задержан Следственным комитетом. Игры в демократию кончились. Почему не задерживают Бондаренко, Рашкина и прочих оппозиционеров, которые костерят Путина, как могут? Тоже вот вопрос, да? Потому что от них нет никакого вреда, в отличие от Николая Николаевича, который объявил о создании партии. Ну, в общем, может быть, то, что они коммунисты, да. И Бондаренко, и Рашкин. Может быть, может быть, не знаю я. Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве. Ну, и когда, когда? Первому июля, ля, ля. Сегодня 5 июня только. Ну, посмотрим. Наверное, на него это, на доверие, мол, ты что там всё ограничиваешь? У доверенного лица Кадырова заподозрили коронавирус. Вице-премьер Чечни, командир чеченского специального отряда быстрого реагирования СОБР, обнаружили пневмонию и лежит с симптомом в больнице. Вот так. Да, ближайший друг. Названа самая востребованная профессия в период пандемии. Ну, какой? Гробовщик? Ну, сейчас посмотрим. Добыча сырья. Зарплата в размере 70 тысяч рублей. Ух ты! Вот это да. Сырьё. Ну, сырьё никогда не стареет, как говорится, да. Так. Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет. Мне надо на неё на ночь смотреть. Вот я на неё смотрю, мне хочется сразу заснуть. По словам главы Роспотребнадзора, появится несколько препаратов для разных групп населения. Ну, а как же, очищенные какие-нибудь для элитки и другие. Вакцина от коронавируса не будет единой. Об этом четверг сообщила глава Анна Попова. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов. Ну, да, там в виде йогурта. Наверное, можно ванну принимать с вакциной. С утра так вот. Принять ванну, выпить чашечку вакцины. Северодвинск закроют 6 июня из-за коронавируса. Совсем. Всё. Готово. Северодвинск. Это такой город. Там полно морячков. Что ж такое? Городообразующие предприятия, судоремонтный завод. Эх, совсем закрывают. Надо же. Путин приказал Газпрому бесплатно подключать россиян к газу. Хи. Да приказывай сколько угодно. Никто бесплатно ничего делать не будет. Ой, Путин поручил поэтапно завершить газификацию регионов в 2024-2030 годах. Сейчас какой у нас? 20-й год. 10 лет. У-у-у, за 10 лет. Суд остановил надзор за Варварой Карауловой и запретил ей находиться вне дома ночью. Слушайте, вот хороший это надзор. Вот чтобы женщина находилась ночью дома. Это интересно. Очень даже интересно. Я бы не отказался. Ну, сейчас тут нет. А вот раньше, да. Так. Слияние вузов. В Молдове реформируют систему высшего образования. Это что, мединститут и рыбный институт? Соединить хорошо. Врачи всегда с рыбой будут, да? Это чушь какая-то. Даже читать не хочу. В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США. А я вам скажу почему. Потому что Путин все время в Австрию ездил, ездил, ездил и доездился. Сейчас он только на кнопочку нажмет, и они сразу выходят на демонстрацию. Да, купил с потрохами. Ни пика, ни плато. Антон Орех. Ну, он, собственно, подбивает итоги. Я не знаю, что случилось в Забайкале. Статистика за сутки там не из ряда вон. Значит, президент знает, чего не знаем мы. Ну, почему он там организовал военных, да? Ну, в Забайкале вообще-то был вот этот вот разлив еще. Коронавирус как-то стал уползать из ежедневной повестки. Слушайте, вот он хочет что-то вот с юмором, да? А получается то, что ничего не получается. Ну, и что он тут? А что я его вообще тут? Не буду вас утомлять цифрами, но это важно. Коронавирус начался с Москвы. Здесь самая сложная ситуация. Был период, когда половина всех случаев фиксировались в столице. А, ну, смысл в том, что вот в Москве все ресурсы, да, миллиарды рублей и более-менее устояло. А то, что сейчас расползается по России, да, там ни ресурсов, ни медицины, ни вообще ничего нет. Ну, будут умирать потихонечку. Чего ты волнуешься, господи? Антон, ты же в Москве живешь. А что в регионах вообще кого-то интересовало? А, ну, вот тоже эхо Москвы. Кладут только блатных. Журналисты 8-го канала ТЭВА рассказали, что им звонят жители Кызыла и жалуются, что больных не госпитализируют, несмотря на подтвержденное поражение легких и температуру, что невозможно вызвать врача даже к температующему ребенку, а власти репортуют, что в республике всего хватает. Ну, правильно все. Так и есть. В Москве кое-как поборолись. Вот. А то, что в регионах, да, господи. Да. Так. Путин поручил завершить газификацию регионов к 2030 году. В 2030 году президент Путин, узнав, что ничего не газифицировано, будет в бешенстве бросать ручку и поручит завершить газификацию к 2040 году. В 2040 году президент Путин, узнав, что ничего не газифицировано и так далее. Да, это профессор Преображенский. Кирилл Ильмыш, объяснение Шапошникова просто небывалое. Это Шапошников, в котором нашли 2 миллиарда, вот так вот просто, да, давал интервью и не диктовал. Я не смотрел, конечно, но вот кусочек, да, объяснение Шапошникова просто небывалое. Я не указывал 870 миллионов в своей декларации, потому что это не доход, а просто приход денег. Что? Приход. Ну, пришли деньги своими ногами, пришли в гости. Да, ну, о них какие-то деньги, подумаешь, 870 миллионов. Так, это что такое? У меня соседка 50 лет сказала, что пойдет голосовать потому, что ей там дадут ручку бесплатно. Это даже не бусы для аборигена за золото. Это просто пипец какой-то. Да, ручку бесплатно дадут. Так, ох, жестко как. Недоумок из подворотни, который случайно попал на вершину власти, меняет Конституцию, чтобы остаться пожизненно, и при этом все молчат, как рыбы. Блин, да что это за страна? Или мы все еще в 18 веке? Очевидец, ну, это, в общем, известно. Вот она, сущность нашей России. Очевидец в Воронеже снял на видео, как старенькая бабушка, увешанная орденами и медалями, лазает по мусорным бакам на помойке. Ну, да, вот. Вся в орденах и медали. Пызарно. А где-то 20 лет подряд пляшивый карлик давит коленом на горло народа, но они упорно продолжают блеять. Мы можем дышать. Мы можем дышать. Ну, это вот как с черным, да, в Америке у нас. Тетя Роза на Твиттере. Американцы раздражают уже тем, что ты их ненавидишь, ненавидишь, а из них редко кто знает, где находится Россия. Все правильно. У меня на утро все, но здесь Сергей Замбровский. Знамо дело музыкантов, народ веселит. Чтобы приподнять настроение уважаемым подписчикам канала Доктора Влада, хочу сыграть попури и советских песен на баяне. Разумеется, этот же баянчик можно у нас и приобрести. Возьмешь в руки, маешь вещь. Так гласит украинская поговорка. И вот он уже играет вовсю. На отпуск мы еще не заработали, поэтому приезжайте к нам в Аугсбург или звоните 0821-885-7772, чтобы приобрести этот инструмент, а также другие баяны гармонии. И еще один телефон 0176-763-57953. Баян называется Москва. Все, ребята, пока-пока. Смотрите музычку. Я с вами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok